Привет, друзья! Вы на канале Крепче Стали. Сегодня мы поговорим о здоровье. Сегодня у нас в гостях Александр Рибритол. Всем привет! Рад быть на канале Крепче Стали. И сегодня покажу, как быстро и просто снять спазм в мышцах после интенсивной тренировки или в конце рабочего дня. Два, один, старт! Будем начинать со стопы, разминая эти мышцы, будем переходить вверх. Поехали! Будем начинать с вот такого мячика. Он будет выполнять роль нашего массажиста персонального. Принувись на пятку, да, на пол, а мячик должен располагаться ближе туда, к основе стопы. Начинаешь прокатывать стороны в сторону вот такими движениями. Мы разминаем те мышцы и фасции, которые находятся у нас здесь под пальцами. Начинаем с вот таких движений. Если где-то будет там хруст, но это не будет вызывать боль, это нормально. Нужно ориентироваться не на количество, а на самоощущение. Когда ты чувствуешь, что они связки и мышцы разомялись. Да, нужно надавить обязательно. Ты чувствуешь, что там уже кровоток пошел, можно переходить дальше. Теперь переходим по внутренней части стопы, делаем прокатки вперед и назад. И потом переходим на среднюю часть стопы, прокатываем здесь и переходим на внешнюю часть стопы. Также перекатываем осторожно, немножко смещаемся. Если где-то в ходе вот таких прокатываний по трем линиям чувствуешь где-то боль в одном месте, ты там останавливаешься и более тщательно проминаешь. Ну, как массажист пальцем нашел тебе болевую точку и там прорабатываешь самостоятельно. В этом как раз и плюс этого метода, что ты самостоятельно чувствуешь, где тебе болит больше. И проминаешь именно эти точки. Мячик можно обычный теннисный? Можно теннисный, да. Можно взять в зоомагазине твердый просто для собак мячик. Вообще без разницы, чем его разминать. Да, и переходим дальше на икроножную мышцу. Чтобы разминать икроножную мышцу, подойдет вот такой валик побольше. Сначала разминаем две ноги, приподнимаешь таз и прокатываешь зад вперед. Вот здесь от ахилла до подколенки. Сильно в колено не въезжай вот сюда, там уже, там лифоузлы, там нечего делать. Прокатываем сначала две, подготавливаем мышцы к работе. Или наоборот, да, расслабляем после интенсивной работы. И тут есть разница, кстати. Если ты расслабляешь, то это должно быть медленно, прокатка. Если это разогрев, то мы делаем быстро, ну, более интенсивно. Прокатая вот так две ноги, мы прорабатываем по одной. Закидываешь ногу на ногу и прокатываем опять. Здесь уже можно более медленно, потому что давление будет больше. И ты будешь чувствовать где-то уже болезненные ощущения. Вот на них мы останавливаемся и прорабатываем более тщательно. Если этого мало и ты любишь чуть пожестить, то можно взять мячик и на этой точке остановиться и проработать более детально. Да, и прокатываем. Но здесь уже давление будет больше, поэтому две ноги тяжело будет поставить. Лучше делать одной, либо придавить себе рукой, где ты чувствуешь эту точку. И просто подержать приблизительно минуту, чтобы она расслабилась. И потом идем дальше. От подколенной впадины до подягодичной складки делаем прокатку. Плавно, тоже не спеша. Всегда ощущаем мышцы. И теперь, когда прокатал две, закидываем ногу на ногу. И также более детально прорабатываем одну из мышц. Тоже прорабатываем по трем линиям. Сначала работаем по внешней, потом по внутренней. Развернулся, да? Да, да, да. Внешняя, потом средняя. Средняя. Да, и внутренняя. На коленке не заезжаем, вот сюда неправильно делаем. И внутренняя. Да. Еще можно добавить, если это разогрев, то можно сделать вот такие круговые движения. То есть ты едешь туда на внешний, возвращаешься по внутренней. Да, делаешь вот такие круговые движения. Это хорошо запускает кровоток и готовит тело к работе. Если там перетренировка какой-то. Отлично, сделали. Хорошо, переходим теперь на ягодичные мышцы. Садишься. И здесь немного уже по-другому. Мы не катаем сразу две. Здесь нужно прорабатывать по одной. Да, чтобы не ездить по копчику. Закидываем ногу, растянув мышцу в рабочей области, делаешь прокатки взад и вперед. Тоже ищем болючую точку. И там более детально прорабатываем. Нравильно нравится. Какая тема вообще должна быть? Ты знаешь, когда физических упражнений устал, просто так вот размяться. Да, оно успокаивает и нервнует. Вот реально, включил телевизор. Включил так все, мнешься и не спеша. Ну реально в кайф. Здесь точно так же. Если ты прокатал и чувствуешь, что тебе мало, или ты не можешь к ней достать, то и точка где-то рядом возле нее. Мы берем мячик и более детально прорабатываем им. Ну и все нормально. Делаем круговые движения. Ищем тот вариант, где ты будешь прорабатывать более лучше свои мышцы. Ну очень хорошо, вообще четко. Вообще четко. Да, это какой-то определенный кайф. Мои клиенты, например, в конце рабочего дня как раз пользуются такими валиками. Потому что ты сидишь за компьютером, мышцы отекают, ноги отекают, спина тоже. И вот этот метод, он просто очень доступен. И дома ты просто лег, расслабился, прокатался 5 минут, и ты уже чувствуешь себя лучше. Роллер можно заказать в магазине, ссылка в описании. Какой именно, вот такой или вот такой, роллер не сыграет. И еще, когда будете заказывать, напишите, что вы от крепче стали, вам сделают скидку. Поехали дальше. Переходим на поясницу. Хорошо, здесь делаем небольшие прокатки от ягодицы до нижнего грудного отдела. Но здесь нужно осторожно. Если вы чувствуете немышечные боли, они нам не нужны. Значит, либо больше делаем упор в пол и прокатываем легче эти мышцы. Либо мы этого не делаем. Потом перекатываемся выше к грудному отделу. Прокурсело. Да, здесь будет такая протракция, этого бояться не надо, может прохрустеть, это нормально. После этого обычно наоборот легче становится, хочется жить, дышать. Когда работаешь с грудным отделом, хорошо обнять вот так себя, чтобы лопатки разъехались, и достать туда к мышцам поглубже. Здесь таз нужно немного приподнять, да, и ноги поближе к себе, чтобы была амплитуда движения. Зад-вперед. Здесь, вот когда ты чувствуешь боль, мы делаем выдох активный. Потому что, когда мы выдыхаем, наше тело расслабляется, и таким образом боль будет пропадать. Когда чувствуешь, что уже разумел, ну это прокаток у кого-то может быть там 30, у кого-то больше. Нужно по самоощущениям. Поэтому здесь количества точного нет. Теперь переднюю можно проработать. Да, и прокатываем небольшими движениями, делаешь плечи, и прокатываем, да, квадрицепс. Потому что эти мышцы у спортсмена могут быть забиты, и, скорее всего, обычно так и бывает. Много приседаешь, где-то делаешь седы, и эти мышцы забиваются, мало кто их после тренировки растягивает. Это у спортсменов. А у людей, которые мало занимаются спортом, малоподвижный образ жизни, что им? Для чего им нужно сделать вот? Ну, у них может быть тоже такой миофасциальный синдром, то есть появление каких-то триггерных точек. Ну, проще говоря, человек, который не занимается, у него слабо развита мышечная система. Да. И, например, он захотел поделать какие-то упражнения, там, разминку, или повторить то, что он увидел в Ютьюбе обычно. Его мышцы не готовы, он делает сильную нагрузку, и эти мышцы заходят в защитный спазм. И как раз возникают вот эти триггерные болючие точки. Вот им будет тоже актуально размять мышцы вот таким валиком. Разминая мышцы, мы улучшаем кровоток в этой зоне, и мышцы расслабляются. Теперь можно сделать одну ногу. Одну ногу оставляешь в сторону вот так. И тоже работаем по трем линиям. Внешняя, средняя и внутренняя. Сильно близко к коленку тоже не подходи, там уже мышцы переходят в крепление. Также можно перейти на мышцы внешней части бедра. Там уже больше фасции находятся, но они тоже находятся иногда в напряжении. Когда, например, если брать из спортивной практики, спортсмен может делать подхваты какие-то, там, из дзюдо, там, самбо. Больше вот здесь внешняя часть, да. Там, где жесткая, сразу кости идет, да. Да, вот такими движениями прорабатываешь. Находишь точку, где болит, и там хорошенько проминаешь. Есть. Вот этот сдвоенный мячик мы ложим себе вот сюда на шею. Буквально небольшая еда, прям голову поднимать не нужно. Буквально чуть-чуть вот такие движения, да. Да, Сань, ну вкратце, почему ты знаешь это все? Расскажи, пожалуйста. Мои знания учился на реабилитолога, потом работал в центре реабилитации. Тоже по опорно-двигательному аппарату. И также сейчас практикую в фитнес-клубе. То есть это есть моя работа, я каждый день этим занимаюсь. Практика, практика, еще раз практика. Да, я не теоретик, я больше практик. Хорошо, этот комплекс, который мы сегодня сделали, он может как-то навредить человеку? Если может, то какому и как? Ну, если есть какая-то нестабильность в суставах или в позвоночнике, есть какой-то острый период, когда болят уже такие немышечные есть боли, то, скорее всего, тогда может навредить. Но, опять же, надо пробовать. Надо пробовать с какими-то небольшими амплитудами, движениями, и это может помочь. Но если это будет вызывать, опять же, немышечные боли, то этого делать не надо. Я подмечу, нужно пробовать. Под лежачий камень вода не течет. Делитесь этим видео, ставьте лайкосы. Саня, тебе огромное спасибо. Все здоровы. Всем пока. Вниз, вот. Прогибаем грудной отдел вот сюда вниз. Шею можно расслабить. Остановился, кажется, что мышцы уже максимально растянулись. Еще чуть-чуть сделал выдох и еще потянулся вперед. Больно, потому что те, кто сутулится, там борчики сутулятся. Пока.